Всем привет! Сегодня я для вас подготовила вариант макияжа для Дня Святого Валентина. И я заметила, что в последнее время очень много вариантов макияжа вышло, но все они очень такие нежные, очень легкие. А мне захотелось сделать что-то такое привлекающее внимание, так как мне кажется, что такие нежные, легкие больше подходят для 8 марта. А на День Святого Валентина хочется, чтобы ваш макияж привлекал внимание, был даже немножко, может быть, вызывающим. И вот то, что у меня, собственно, получилось. И если вам интересно, как я сделала этот макияж, то, пожалуйста, оставайтесь со мной. Первое, что я буду делать, это накладывать праймер. У меня это Urban Decay Primer Potion. Дальше я беру карандаш NYX Jumbo Eye Pencil в оттенке Milk и накладываю его практически на все веко. Далее я беру обычную плоскую кисть для наложения теней и также палетку Urban Decay Naked и оттенок Черный Теней Creep. Этот оттенок я буду накладывать на все подвижное веко, только самый внутренний уголок глаза я оставлю открытым. Постарайтесь также не влазить за складку с этим черным цветом, потому что там будет растушевка. Теперь я беру растушевочную кисть, это у меня Е25 от Sigma и начинаю тушевать этот оттенок. Как вы видите, тени от Urban Decay очень хорошо тушуются, но если у вас тени, особенно черные, тушуются плохо, то я рекомендую тушевать их с помощью серого оттенка. Например, в палетке Urban Decay есть оттенок вот этот вот серенький, он называется Gun Metal. И если вам трудно создать переход от черного к серому, то сделайте это искусственным образом. Возьмите на такую кисть серый оттенок и тушуйте просто границу. Как вы видите, результат растушевки уже довольно неплохой, но чтобы сделать его еще лучше, мы возьмем такую пушистую кисть и оттенок теней вашей кожи и растушуем границу под брови. Советую менять эти две кисти, для того, чтобы добиться идеальной интенсивности оттенка на вашем веке. После растушевки мы потеряли интенсивность черного, поэтому я возвращаюсь к плоской кисти и снова накладываю его на веко. Основная растушевка на верхнем веке закончена, теперь переходим к нижнему веку. Здесь, в принципе, повторяем все те же шаги. Для начала на нижнее веко наносим праймер, далее наносим немножко белого карандаша в оттенке Milk и после этого наносим тени. Теперь я беру кисточку от Urban Decay и тот же оттенок черного Creep и накладываю его на нижнее веко и опять-таки внутренний уголок оставляю открытым. В завершение я хочу добавить этот самый светлый оттенок Virgin во внутренний уголок глаза, сверху и снизу. И я не хочу рисовать стрелки, так как глаз уже довольно интенсивный. Я просто проработаю межресничную область черным карандашом, заполню все промежутки. На нижнюю водную линию я добавлю свою подводку от Bobby Brown. Последнее, что мне осталось, это подкрутить ресницы и нанести тушь. Ну вот и все. Надеюсь, макияж вам понравился. Оставайтесь со мной, если хотите узнать, что я наносила на лицо. В качестве тональной основы у меня сегодня мой тонирующий крем от Origins Vitazine. Дальше тоже я использовала кремовые румяна от NYX в оттенке 03 T-Rose. Также я, конечно же, использовала свой кремовый хайлайтер от MAC Cream Color Base в оттенке Pearl. И на губах сегодня я использовала помаду Dior Addict в оттенке 687 Rose Perspective. Старайтесь тоже на День Святого Валентина не наносить блески, так как зачастую парни их не любят. А попробуйте найти в своей коллекции самую стойкую помаду, которую только сможете. У меня это помады из серии Dior Addict, и мне кажется, что такой оттенок очень даже неплохо подчеркивает весь этот макияж. Надеюсь, что вам понравился весь этот образ, и вы захотите его повторить на День Святого Валентина. Если вы так и сделаете, обязательно мне об этом сообщите. А пока что на этом всё. До встречи в новых видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!